Всем привет, с вами Перец, я все еще в Вьетнаме, в городе Хо Ши Мин, по-другому Сайгон. Сейчас нахожусь в аэропорту, иду в терминал, из которого полечу вначале в Малайзию, в столицу Малайзии. Там побуду ночь, надеюсь успею погулять по городу, а потом полечу в Непал, где я буду 5 ночей, где-то так. Постараюсь пойти куда-то там небольшие горы, не очень далеко, в общем я буду один. И, извиняюсь, звук все-таки настроить не могу, потому что на улице плюс чем-то, 35 или что-то такое даже, жарко, у меня полный рюкзак. Все это доставать, искать рекордер. Он у меня с собой есть. Надеюсь, я смогу хоть что-то записать на нем, находясь в Малайзии или в Непале. Конечно. До самолета у меня еще 4,5 часа, так что времени с запасом есть. У меня кроме ручной клади ничего нету. Как в Сингапур лечу примерно, только на дольше и с остановкой, как в Токио, только в Малайзии. Даже меньше, в Токио был дольше. В Токио был 18 часов, а в Малайзии я буду где-то 13, наверное, или меньше. Посмотрим. Здесь, конечно, я разберусь, что и как там. Вот я и дошел до терминала. Нужно разобраться или уйти. Да, я помню, я на ней прилетал. Ладно, пойду сюда. Увидимся дальше. Вот и я прошел все проверки в аэропорту Хо Ши Мин, Вьетнам, Сайгон. Очень легко было. Пакушки никакой. Я стоял в очереди на посадочную колонну. Первый. То есть вообще без проблем это все сделал. Быстро получил. Быстро прошел проверку. Рюкзак не пришлось открывать. Все с первого раза. Очень легко все. Сейчас иду к своим воротам. Так, у меня еще есть... 3 часа. Депату, где Майдепату? Куалампур. Едет 18? О! Чек. Хм... Видит 18, странно. Тут написано 17. Сейчас проверю. Вначале служим на 17. Там посмотришь, что будет. Та шибочкой где-то. Бывает. Сейчас узнаем. Так. Самый первый. Да и ворота. И что у нас тут пишет? Лот. Флис, Кат. Малайзия. Айр-Азия. Эмират. Варшава. Сингапур. Куалампур. Немой. 4.40. Бангкок. Дубай. Все, идем на 18. Все? Понятно. Бывает. Бывает. Бывает, что что-то не злится. Но времени у меня еще полно. Как всегда, с запасом. Единственное, что когда проходил, спрашивали, есть ли обратный билет. Видимо, переживает за людей, которые летят в Непал, чтобы они оттуда могли вернуться. Хотя, как бы, я слышал такое есть у вьетнамцев, спрашивает всегда обратный билет. Но, оказывается, это не только у них спрашивают. В иностранстве тоже часто бывает такое. Это хорошо. Хорошо, что у меня была с собой вся информация за счет обратного билета. Что там? Дитифри. Виктория тикет. Еее. Нитейл Корс. Шанель. Разный такой. Ладно, выключаюсь. Вот я и приехал в Малайзию. Сейчас в аэропорту. Сейчас разберутся, едут автобусы или что-то в воде. Метро я вижу, а вот где автобус, не совсем. Сейчас разберусь. И поеду в город смотреть. У меня есть пару часов. У меня есть часов девять, наверное. В сумме типа там тринадцать, но пока прилетели и все такое. Можно не забывать, что время отличается на один час. Так. Там есть. Надо я попробую Клиэкспресс. Метро, наверное, будет. Может быть, автобусы. Так, автобусы не шли. Посмотрим. Попробуй что-то записать. Та-да! Малайзия. Ну, вылет в аэропорт очень хорошо выглядит. Без проблем пропустили. Ничего не спрашивали. Только отпечатки пальцев. Сделал и все. В Вьетнаме тоже без проблем. Сейчас разберемся. Поехали. Вот я в метро. В аэропорту. Дошлось за две стороны. Обошлась сотка местной валюты. Тридесят долларов это было двести тридцать шестокое. Так что у меня еще сто с чем-то осталось, чтобы покушать в одну ночь. Походить, посмотреть, что есть такое. Интернет я не стал брать. Поэтому я пользуюсь только тем, что есть в аэропорту. Но он намного проще получить его, чем в Сингапуре. В Сингапуре нужно копию паспорта делать. Точнее, как подходишь, даешь им паспорт, они сканируют его и дают тебе на три часа интернет. Да. Так было в Сингапуре. А тут нормально. Вроде сутки. Два-четыре часа. Проездной сразу же зал. Две стороны. Сейчас. Вот. Такая карточка. Остановка нон-стопом будет. Есть с парой остановками, а есть без остановки. Так что, увидимся. Красиво. Красиво. Я даже не знаю. Работники есть внутри. Круто. Походим. Нигде не написано, что нельзя снимать. Окей. Значит, можно снимать. по крайней мере, пока шею еще не будет. О, как в Берлине. Да, хорош. Закончу видео. Вот и я добрался до города. Куала-Лумпур. Малайзия. Если не ошибаюсь, это столица. Малайзия. до башен таких близнецов, у меня же какие-то там мостик есть. Естественно, я забываю, как-то называется на П как-то. А мне идти от метро час. А тут такое полуспальные районы. Ничего интересного. Надеюсь, когда дойдут до воды, там река будет, залив какой-то, в этом роде, то там будет что-то интересное. А пока что такие большие даже не знаю, отели, офисы, дома. Все подряд. Что я не могу понять. Плюс, еще я был в таком индуско-арабском районе. Ну, не сказал бы, чтобы там плохо выглядит что-то. Но, не самое лучшее место, мне кажется. Хотя и на солнце есть, убегают. Так что я пока что-то фоткаю. Если что-то будет интересно, запишу на видео. К сожалению, у меня интернета нету с собой. Поэтому, я даже карту с трудом могу понять, где и что. Потому что она не грузится нормально. Я примерно уже понял, куда я вышел. И теперь иду по этому маршруту. Блин, наушник хочет выпасть. Окей. Не выпал. Неудобно, когда все на руках. Метро мне обошлось за две стороны. 28 долларов, или почти 30. Что-то такое. Я обменял 60 на местное. Уже где-то потратил пару долларов. Купил попить себе. Уже выпил шоколадку и печенье. Печенье ничего осталось. Тепло. Плюс 30, наверное, сейчас. Быть уже в 10 часов вечера. Люблю. с пешими проходами тут не очень. От метро, по крайней мере. Ты куда поймешь, идти надо. И вот, тут нет, например, пешего возращения вообще, что можно переходить. Хотя переходят дорогу. и дороги тут такие большие есть, непонятно, можно идти, нельзя. Вот сейчас я иду, там дальше надеюсь, я разберусь. Ладно. Ну, а так неплохо. Надеюсь, в этом Непале меня один сюрприз получится сделать. Если получится, то я запишу видео. Если нет, то нет. Вот такие тут здания. Видите? Актустрады. Я не знаю, это, наверное, метро какое-то. Метро мне советовало по интернету взять. Google Maps мне советовало взять. Ну, я уже, понятно, уже. Дурак. Буду сейчас пешком идти лучше. У меня 9 часов уже потратит на что-то. Поэтому буду разбираться, что и как. Надеюсь, не заблужусь. Пауэрбанк на месте. Карту зарядить смогу в себе. Телефон, чтобы знать, что и как. Ну, ладно. О, какая-то светящаяся башня. Телефонная. Прикольно. Я не знаю, вам видно, нет? О, церковь какая-то. Так. Посмотрим, что за церковь. Блин, она закрыта. Церковь написана, что-то на китайском. на ней. Такая небольшая церковь. Но выглядит красиво, чистенько, аккуратненько. Хотя тронуар не... Ну, асфальт не очень, парковка тоже. Но выглядит не плохо. Так. Райтов, Крисов, Интианов. Не знаю, я так помню. Чаршелзе, Фоли Розерей. Католическая. 1903 год. Неплохо. О! Можно зайти, но я не думаю, что меня пустят. Ладно, я сейчас попробую фото сделать отсюда. Помните, как в GTA или что, какие-то игрок под мостом. Там такие, как речка идет или еще что-то. Вот. Примерно такая же ситуация. Прикольно. Автострада сверху, а снизу такая вот, речка вонючка. И место, где можно хоть на скейте кататься, на велике прикалываться и так далее. Ну, и помчей там сидят. Вот там два. Еще третий там спал. К церкви я смотрю, надо подойти поближе. О, там ничего интересного. Сделал пару фоток и ушел. О! А мне вот, если вам видно, там сидится такая башенка. Вот мне к ней и идти. Ну, виды, чем еще летают. Круто. Ну, на карте этот пролив больше выглядит. А так, если к нему близко не подходи, то вообще даже не заметишь, что он где-то есть. Речка такая. Ну, и плюс она разбитая везде вот такая. А, блин. Почему наушник всегда пытается выпасть, когда я записываю видео? почему так все ли? Что ли, второй тянет вниз его так сильно? Ну, нет. Обычно бывает снимаю где наушники и нормально. Ну, вот так. Ладно. Как дойду до этих башен, то там позаписываю. Фу! А жарко? Да, жарко. Плюс 30 в 10 часов вечера. Есть не больше даже. Ну, пишет от 35 до 27. Ночью даже прохладнее. но все равно жарко. Я все еще в таком малолюдном месте. Центром это даже не пахнет. Хочу топать и топать. Увидимся! Так, я немного заходил туда, но я примерно разобрался, где что. Вот, смотрите, какая тут машинка светится красиво. А вот там я вижу этих леденцов, но видно только одно здание. Видимо, одно за другим находится. Но оно еще очень далеко находится. Честно, очень далеко. А, это больше прикольно. Ну, а то я разобрался, где я. Нашел Wi-Fi от Starbucks. Starbucks там закрыт. Подключаюсь, регистрируюсь, все такое, но он не подключается, нужен код, типа, как пользователя. Что-то купил, что-то там, так понял. Но! Facebook мессенджер открывается, то есть а вот карта нет, не загружается. Ой, бед. Видимо, проскакивает через эту регистрацию Facebook мессенджер. А вот остальное не живет. Ну, хоть так. Но я разобрался по парку и так далее, где я нахожусь, как иду и куда вообще. Так что, вообще, как бы, чтобы мне заблудиться. Я еще в Непале буду ходить, непонятно как, без интернета. Ну, я там, может быть, что-то возьму. Посмотрю. Потому что я там буду 5 дней. ой, там вам, наверное, музыка слышно. Аа. Sorry. Я не знаю, вам было, слышно музыку или нет. Ой, как это? Паши пулет. Так я пока что вот хожу и фотографирую. Фух. Так надо завязать по-нормальному. Охотик. Бомжей очень много, я уже много бомжей нашел тут, так что я иду не самым лучшим путем. А у меня не зарегистрировали, у меня весь этот номер, то одно, то другое, то я в Таиланде, то в Вьетнаме, номера не понятны у меня, не хочу на них регистрировать, они что временные. А на мой украинский номер я не получается зарегистрировать, смс-ки не приходят. И что там еще? Ну, американский у меня вообще тут не работает, надо сказать про него не забыть, пополнить, потому что я уже не помню, когда он мне там должен вырубиться, чтобы номер не пропал. Раз в 90 дней мне нужно пополнять, хотя бы на минимум, а минимум это 25 долларов, просто так выбросить. Вот так оператор. Ладно, буду еще тут ходить, гулять, фотографировать. Ой, блин, фотик этот держать неудобно, он тяжелый, одной рукой по крайней мере неудобно. Маленький, отлично, но он в Таиланде фигового фоткает. Да и днем не самое лучшее, поэтому сейчас я им не пользуюсь. Для пешеходов тут не рассчитано. Как бы есть такие, да, видите, дорожки, но запутаться, куда-то там свернуть, нету перехода через дорогу, еще что-то. Это очень легко. Так что, в плане пешей, хоть бы и тут не очень. Ладно. И опять я. Вот вам эти близнецы здания. Только они так повернуты ко мне, что я вижу только один. Я даже не знаю, с какой стороны лучше всего будет на них смотреть. Ну, город так себе. Лучше Сингапура, но похож. Так что, долго тут делать нечего. Просто ходить по городу, тоже думаю, нечего. Так, а теперь мне нужно так и подойти к ним, чтобы я мог рассмотреть два здания. Ладно, попытаюсь туда пройти дальше. Что я могу сказать насчет этих зданий? Они офигенные. Посмотрите только на них. Видите, какие они офигенные. Они реально офигенные. Я не знаю, как вам видно будет или нет. Я постараюсь подольше поснимать. О, там вроде парк есть, где можно зайти. Но они офигенные здания. К сожалению, я выключил экран, поэтому я не знаю, что вам там видно, как вам там видно. Так, попытаюсь вот так сделать. На метку. О, блин, ветки. Они офигенные. А вот я на фоне этих башен. А вот и я на фоне этих башен. Все фотографируются тут. Байкеры тоже. Спортбайкеры. О, там прикольное место. О, блин. Только фонари тут неудачные. Они засвечивают все. Смотрите. Вот так они выглядят. Прикольно. Мяу-мяу-мяу-мяу. Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ай. Сорри, я сейчас слушаю парольджи. Так что я иногда могу пытаться подпевать. Прошу не умирать от этого, люди. Ха. Парк типа закрытый, но люди как-то туда вошли. Люди по-разному. Вот видите. Вот что это было. Я что-то задел, наверное. А, да. На камере задел ИСа. Я надеюсь, сюда можно ходить. Да, сюда можно ходить. Теперь нужно на телефон. Блин, камера выключить. А, я фотик выключил, не камера. Окей. О, ютубаш не видно, ютубаш или ресторан, не знаю, что с ума. О, ютубаш, я умею. Ура. Ура. Найд. Найд. Найд, на ногу, а? Какое дело, мне не нужно. Маленький футбол, слабый футбол Маленький футбол Слаждайтесь Снова я Еще Вот эти фонари Кроме этого, я не думаю, что я найду интересную вещь Я все думаю, что у вас будет вода Это вообще не очень Если у него нет Слабый футбол Маленький футбол Где есть футбол, в закон Плако